Жители города накануне стали свидетелями настоящей погони, развернувшейся на улицах Муравленко. Автоинспекторы преследовали автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Причем в таком виде он управлял авто уже не впервые. Татьяна Бойко с подробностями. Преследовать ладу 12 модели инспекторы ДПС начали после того, как водитель проигнорировал требование остановиться. Нажав на педаль газа, сначала он пытался скрыться в жилой зоне. На помощь инспекторам пришел автопатруль ППС. Задержать нарушителя полицейские смогли лишь на загородной дороге. Предупреждали, что возможно будем применять огнесрельное оружие. Это уже не населенного пункта, чтобы минимизировать жертву. Просили остановиться добровольно, чтобы не было более тяжких последствий. Водитель не отказывался, продолжал усиливать скорость. В ходе преследования данный автомобиль был задержан. Заблокирован и задержан на 323-м километре Сургута-Срехард. Водитель оказался пьян. О том, что он сел за руль в нетрезвом виде, не раскаивается и не сожалеет. Напротив, считает себя героем. Ты за семьи это хоть на видео. Я зато в интернет выложу. Между тем, управлять в таком состоянии ему не впервой только в 2017 году за управление автомобилем в нетрезвом виде. Четыре раза его привлекали к административной ответственности, а в 2018 как злостного нарушителя – к уголовной. Так как лицо уже неоднократно привлекалось к административной ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также уже было привлечено к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1, то в настоящее время данному гражданину уже грозит реальное лишение свободы на срок до двух лет. Пьяный за рулем преступник – статистика неутешительна. По вине таких горе-автомобилистов на дороге часто гибнут люди. Поэтому каждый день, заступая на службу, наряды ДПС в первую очередь ориентируют на выявление и пресечение таких нарушений. В преддверии праздничных, выходных дней на постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия. Во время таких мероприятий происходит сплошная проверка транспортных средств. С начала года сотрудники ГИБДД выявили более ста случаев, когда водители сели за руль под шофе. Шесть из них сделали это не впервые. Девять нарушителей пытались скрыться от автоинспекторов. По вине нетрезвых водителей произошло три дорожно-транспортных происшествия. И только по счастливой случайности никто не пострадал. Татьяна Болко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.